Вторая победа «Динамо» в китайской серии в Твери. Ураганный первый период и сразу два дебюта в третьем обеспечили бело-голубым победу над очередным соперником из Китая. Как это было, узнаете в сюжете прямо сейчас. Настолько быстрого гола Тверь в этом сезоне еще не видела. На 11-й секунде матча КРС-БСУ нападающий «Динамо» Иван Иванов с правого фланга, не сближаясь с вратарем, нанес кистевой бросок, после которого шайба юркнула за спину Джона Мьюза. Первую пятиминутку «Динамовцы» завершили, введя в счете 2-0. Семен Панкратов во вратарской первым добрался до спортивного снаряда и отправил его в пустые ворота. После второй пропущенной шайбы главный тренер КРС-БСУ взял тайм-аут. И это сработало. Уже через две минуты капитан пекинцев Ху Ян оказался расторопнее всех на пятачке. А затем Гунар Сковорцов восстановил равновесие в счете 2-2. Тем не менее, на перерыв «Динамовцы» ушли лидерами. На 16-й минуте при игре в меньшинстве Семен Панкратов убежал 1-0 и оформил дубль. Двоякое чувство от первого периода. Начали очень здорово. Как бы в раздевалке готовились к этой игре очень серьезно. Начали очень хорошо. Потом где-то немножко расслабились, получили две шайбы. Хорошо, что в конце еще забили. Как бы сейчас будем разговаривать, чтобы таких ослаблений не было. И играть, продолжать и на победу играть. Счет 3-2 в втором периоде остался неизменным. Пожалуй, самый эффектный момент упустил Иван Иванов, которого партнеры вывели на чистый бросок. Надо было лишь попасть в незащищенный Мьюзом угол. В целом преимущество «Белоголубых» не выглядело тотальным, но уверенным его точно можно было назвать. Причем гости также искали счастье в атаке, но по-настоящему серьезных угроз у ворот хозяев они не создали. Первый период был более интенсивный противники. Мы друг друга проверяли, как-то так получилось. Голы-то не самые удачные, в всяком случае мы пропустили. Там больше не повезло скорее, чем где-то провалились. Повезло, сравняли, но потом опять пропустили. Во втором периоде вышли построже, поэтому провалов стало меньше. И в принципе, что наша вторая команда стала играть строже намного, и поэтому уже не до голов было. Начало заключительной третьей матчи стало дебютным для двух игроков «Динамо». На 44-й минуте счет своими голами в новом сезоне открыл воспитанник Тверской хоккейной школы Антон Васильев. А через полторы минуты первую шайбу ВХЛ забросил Арман Ицерян, которому в сентябре исполнилось 18 лет. Счет 5-2. Победа с подобным счетом стала второй подряд для Тверской команды. Следующим соперником «Белоголубых» вновь станет китайский коллектив. Игра с Цингтоу в спорткомплексе «Юбилейный» начнется 30 октября в 19.00.